Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о клеродендруме Томпсона. Клеродендрум Томпсона это очень красивое и яркое растение. Когда оно зацветает это просто вообще посмотрите у меня после обрезки кардинальной посмотрите кустик как распушился. Просто я вам покажу какой он у меня был и я вот его в конце марта обрезала. Я его вначале пустила во пляму потом обрезала его причем и начеренковала он очень хорошо и черенкуется еще. Кто еще не знает это растение я вас немного с ним познакомлю. Клеродендрум представляет собой кустарник листопадного типа. То есть если ему создавать такую зимовку 10-15 градусов он может зимой скинуть листву. Но это конечно очень полезно ему. И конечно же его родина это тропики. У нас все растения очень красивые все из тропиков и субтропиков. И конечно же что нужно создать для здорового вообще вида и роста этого растения и для того чтобы оно цвело. Ну во-первых конечно он же предпочитает солнечную сторону либо восток либо юг. Но если вот такое палящее солнце то конечно его чуть можно притянить либо другими растениями либо еще чем-нибудь или просто немножко с окна убрать подальше. Ну вот предпочитает яркое лучное освещение это первое. Во-вторых ему конечно же зимой желательно температуру 10-15 градусов. Ну если такого нет то в принципе можете даже убрать где-то его на северную допустим сторону. Там все равно как бы поменьше света как бы чтобы ему зимовку сделать. И конечно же еще цветение провоцирует обрезка. И конечно же это растение любит покушать. Я его подкармливаю раз в 10 дней. Я его подкармливаю пертиком и готовлю еще ему травяной компост. Все растения тоже поливаю. У меня будет отдельное видео как я делаю этот компост. Можете потом посмотреть. И посмотрите как он красиво цветет. Вообще прям такое правда яркое такое праздничное. Прям на него посмотришь настроение поднимается. Такие вот прям бабочки здесь красивые. Если близко рассмотреть цветочек, то очень очень красиво смотрится. И по грунту. Грунт я использую универсальный. Ну если такой тяжеловатый грунт, то я могу добавить перлит. И все. Больше ничего не добавляю. И поливаю я его по мере пересыхания верхнего слоя почвы. А иногда я могу и дать ему просохнуть и побольше. Но потом я его проливаю, чтобы в поддон вода выливалась. И из поддона я конечно убираю водичку. Он у меня напивается. И вообще это вот растение, оно даже когда не цветет, оно очень декоративно смотрится. У него красивые такие листья. Вообще у клейродендромов листья очень красивые. Да они еще и цветущие. То есть вообще очень хорошо украшают комнаты. У меня на канале есть видео, как я его пересаживала и обрезала. Кому интересно можете по ссылочке зайти и посмотреть. В общем если дать волю этому растению, то он все вокруг забьет. У него плеки 4 метра и больше. Вот у меня зимой так и получилось. Света было мало зимой. И он у меня вился, вился, вился. Я его потом обрезала конечно же. И вот после обрезки результат какой хороший. И вот еще результат какой после обрезки. Это его череночки. Вот эти плети, которые я обрезала, я их просто настригла. Поставила в воду и он прекрасно укоренялся. То есть он укореняется и в воде хорошо. И можно каждый черенок еще и в грунт подтеплить. Это тоже в принципе. Ну как места мало, я просто в баночку поставила с водичкой. И вот как вы видите, черенки все цветут. Абсолютно все. Это еще не все, еще есть череночки. То есть вот такое красивое растение. Он цветет и конечно же аромата никакого не имеет. Цветочки красивые, но аромата нет. А вот кстати клеродендрум угандийский, он конечно имеет специфический такой запах. Прям напоминает какое-то машинное масло. Он у меня кстати тоже цветет. Поближе вам покажу цветочки. Какие они красивые. И сейчас вам покажу угандийский клеродендрум. Он конечно очень такие миленькие такие цветочки. Очень изящно смотрится. За ним уход вот абсолютно одинаковый. Такой же. Поливаю его по мере пересыхания. Вот его сейчас нужно полить уже будет. И конечно же, про горшочки вам скажу. По мере разрастания корневой системы. Сильно в такие большие кашпо их не нужно садить, чтобы не было загнивания корневой системы. То есть у меня вот в этом горшке я могу сказать, что одни корни. Здесь почвы нет, потому что корешочки даже вот здесь видны. И вот у меня клеродендрум уоличи. Он у меня конечно сегодня гуляет на улице, потому что у нас сегодня еще более-менее тепло. А так у нас погода испортилась. Прям холодно. Ночью 6-7 градусов. В общем, лета нет у нас. Он у меня кстати цвел. Но он у меня цветет как-то скудновато. Немножко там один-два цветочка. Просто у него где-то цветочек нет. Ничего сейчас нету. Никаких цветочков. Но у него тоже очень цветы такие красивые. Белые такие, знаете, как бабочка такая прям. Я кстати в сообщество выставляла фотографию. И вот он тоже декоративно очень смотрится. У него листья очень красивые, блестящие. И уход абсолютно за ними вот одинаковый. Вот что взять к природену Томпсона, что у гандийские, что у уолича. Я также его удобряю раз в 10 дней. И конечно же поливаю по мере пересыпания верхнего слоя почвы. А то и даю и полностью просохнуть. И тоже конечно восток, юг. Им конечно всем нужно солнце. Увидимся в следующем видео. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok